С каждым днем Приморский лес становится все красочнее и все больше горожан отправляются в тайгу, чтобы полюбоваться природой. Но вот правила безопасности соблюдают не все. Сворачивают стропинки и сбиваются с пути. Если вы заблудились в лесу, главное не поддавайтесь панике, остановитесь и прислушайтесь, нет ли шума машин или поездов. Если услышали звуки, двигайтесь к ним. В ходе движения нужно оставлять за собой зарубки, сломанные ветки. Если есть возможность какие-либо ткани или пакеты вешать на деревья, чтобы кто пойдет на ваши поиски, мог вас обнаружить. Если есть возможность влезть на высокие деревья, осмотреться и увидеть населенные дома или какой-либо населенный пункт, продолжить к нему движение. Если все попытки найти направление верного движения оказались безуспешными, то следует остановиться на месте. Необходимо подавать звуковые сигналы как можно громче. Это можно использовать палки, стуки по деревьям. Если к ночи дорогу назад вы так и не нашли, а спасателей все нет, подберите место для ночлега. Такие несложные советы помогут продержаться некоторое время. Сегодня мы привыкли полагаться на интернет и службы геолокации. Но если гаджет разрядился или не ловит сеть, знания из учебника по ОБЖ пригодятся. Надо с собой иметь телефон, во-первых. Во-вторых, что компас берут с собой. По деревьям можно определить, как с северной стороны, говорят, мох растет там на деревьях. Но, если честно, я не особо специалист. Так вот, без компаса не разберешься, наверное. Должен быть мох, а его здесь нет. А вот он. Северная сторона. Юг солнце. Ну а дальше, где у нас жилые эти самые помещения или поселки. Вот в ту сторону, к людишкам. И кричать, ау, помогите. Ежедневно в спасательную службу поступает до пяти звонков. Люди выходят в лес и пропадают. После поступления экстренного звонка МЧС формирует спасательную группу. В течение полутора часов она выдвигается на поиски. По возможности привлекают и волонтеров из ближайших населенных пунктов. Перед выходом на любой туристический маршрут сообщите об этом в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Тогда в экстренном случае помощь придет максимально оперативно. А если уже заблудились, звоните по телефону 112 и 101. Ольга Прудин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.